Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в Учкикене произошел подрыв двух взрывных устройств. Также предотврещена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Преступник осуществил самоподрыв. Следователем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. С места происшествия репортаж Ахмана Халкечева. По предварительным данным, около 12 часов дня террорист-мергник подорвался около здания районного отдела Федеральной службы безопасности. На данный момент место происшествия оцеплено силовиками. На месте работают эксперты-криминалисты. По предварительной информации пострадали шестеро сотрудников правоохранительных структур. Среди гражданского населения пострадавших нет. Пострадавшим по распоряжению главы республики оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни ранних сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. Осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Устанавливается личность преступника. Ситуация находится под личным контролем главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова. Сегодня он провел заседание Республиканской антитеррористической комиссии, в ходе которой принял ряд решений по линии правоохранительных структур. В частности, будут усилены меры по обеспечению безопасности граждан и жизненно важных объектов. В местах массового пребывания людей на транспорте. Также Рашид Тимрезов дал распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим сотрудникам и их семьям. Сейчас обстановка в селе Учкикен спокойная. Угрозы безопасности местных жителей нет. Ахмар Талкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. В настоящее время по делу работает группа следователей и криминалистов. С привлечением специалистов взрывотехников производится осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного отдела продолжается. Сегодня в Черкесске сделали прививку от коронавируса педагогам. Также прививки сделают медработникам, а все остальные группы населения будут вакцинироваться с нового года при поступлении основной партии вакцины. Прививка от коронавируса бесплатна и делается на добровольной основе. Вакцину от ковида можно делать лицам от 18 до 60 лет. Первые привитые педагоги отметили, что вакцина – это возможность сохранить свое здоровье и обеспечить безопасность своим близким. Для меня это очень важно, потому что родители возрастные. Тоже не хотим, чтобы они заболели. Внуки маленькие. Да и самим неохота болеть. Зачем? Лучше прийти, сделать прививочку, сделать вакцинацию. Укололи и пошел. Как в том стихотворении. Абсолютно никаких ощущений. Ну вы сами осознанно пришли, да? Ну конечно. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 13 274 человека. Из них 11 692 выздоровели, 939 госпитализированы. Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии дополнительно закупило еще 40 аппаратов искусственно-автоматической и вспомогательной вентиляции легких. Это надежное, бесшумное работающее оборудование, которое может быть использовано для искусственной вентиляции легких и в качестве инвазивного и неинвазивного метода лечения. По словам заместителя министра здравоохранения Республики Владимира Селиванова, медицинское оборудование уже начали распределять по ковид-госпиталям согласно количеству койко-мест. Также Владимир Селиванов подчеркнул, что подобные аппараты хорошо показали себя в работе во время первой волны. Новые аппараты получат все ковид-госпитали Республики. НИВЛ, это неинвазивные аппараты, которые применяются в реанимационных отделениях наших госпиталей, развернутых по отделениям по борьбе с ковид-инфекцией. У нас таких госпиталей семь, в шести из них у нас есть реанимационное отделение. И вот в эти шесть госпиталей полученные аппараты были распределены в зависимости от коечного фонда, от количества проходящих там пациентов в этих госпиталях. Аппараты очень хорошие, фирма Левенштайн, призма-40 называется они. Мы ими уже работали, этими аппаратами, так сказать, в первую волну. Аппараты показали себя очень хорошо, очень востребованы и очень хорошая помощь пациентам, вот благодаря именно этим аппаратам. Указом главы Карачао-Черкесия Рашида Тимрезова на основе предложений Управления Роспотребнадзора в Республике введены дополнительные ограничительные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в предновогодний период и продолжительные праздничные выходные. Актуальность и необходимость таких мер поддержала и главный врач Адакихабльской районной больницы Зураб Гогушев, который в эти дни возглавляет ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера. С ним встретилась Фатима Даурова. Мы адекватно понимаем, что массовое скопление людей приведет к увеличению роста больных. Последние противоэпидемические исследования четко показали, что распространение коронавирусной инфекции зависит от социальной дистанции, в первую очередь от скопления людей, от соблюдения противоэпидемических мероприятий. Любые массовые мероприятия вызовут всплеск заболевания. Зураб Гогушев также подчеркнул, что ограничительные меры должны касаться всех, и в том числе детей и подростков, у которых зачастую болезнь проходит в легкой форме, но при этом являются отличными переносчиками вируса. По словам доктора, вторая волна оказалась ощутимее, чем первая. В этот раз количество больных в разы больше, чем весной этого года. Протекает болезнь тяжелее, но достаточное количество ковид-госпиталей на территории Карачаева-Черкесии полностью обеспечивает потребность обращающихся за медицинской помощью. По количеству выписанных больных за время работы второй волны, это с 3 сентября, мы уже выписали более 900 человек. Более 900 человек выписали. На сегодняшний день господь полностью заполнен. Однако ежедневная выписка больных достаточно хорошая, неплохая. В день по 14-18 человек мы выписываем, и моментов каких-либо ожиданий больных на госпитализацию у нас нет. Врач, который находится на передовой с самого начала пандемии, призывает жителей Карачаева-Черкесии ни в коем случае не заниматься самолечением или по советам соседей, родственников или участливых людей. Только своевременное обращение в медицинское учреждение, профессионально установленный диагноз и назначенное компетентное лечение сможет гарантировать успешный исход в большинстве случаев. Часть больных, поступающих в госпиталь, занимаются самолечением, неправильным самолечением. Назначают и принимают ненужные препараты и ухудшают клинику, смазывают клинику. Но при этом процесс коронавирусной инфекции в организме, он не останавливается, не прекращается. Соответственно, вирус достаточно хорошо распространяется в организме. Идет повреждение легочной ткани, легких. Клиника получается смазанная, и они в более тяжелом состоянии к нам поступают. Хотел бы обратиться к жителям республики, чтобы они ни в коем случае не занимались самолечением. Даже те, кто перенес уже один раз COVID-19, не застрахованы от повторного заражения. К сожалению, есть случаи, когда человек уже второй раз сталкивается с коварным вирусом. Повторное заражение не говорит о легком течении заболевания. Двое из повторных больных достаточно в тяжелой форме переносят вторую часть. Достаточно в тяжелой форме. При наличии антител, лишь тогда человек может быть спокойным и уверен в том, что он не заразится повторно. Но, к сожалению, не все больные, которые перенесли впервые коронавирусную инфекцию, имеют антитела и застрахованы от повторного заражения. Здесь моменты вакцинации очень важны. То есть, вакцинация, которая сейчас будет у нас проходить, это очень важный этап в борьбе с этой коронавирусной инфекцией, с этой пандемией. На сегодняшний день COVID-госпиталь работает в полном объеме. Медперсонал как заступил на вахту во время первой волны, так и до сих пор несет ее достойно. Каждую минуту обеспечивая больных профессиональным лечением, заботой и вниманием, в которых зачастую так нуждаются пациенты. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. Ну, сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Сегодня в Карачаево-Черкесии облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-7 градусов. Днем 0,5. Местами до плюс 10. Ночью и утром на дорогах гололедится. Черкесский облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза. Днем столбик термометра поднимется до плюс 5 градусов. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. За 10 месяцев этого года на дорогах Зеленчукского района произошло 61 дорожно-транспортное происшествие по вине крупнорогатого скота. В темное время суток сложно заметить на дорогах домашних животных, которые в это время должны находиться в загонах. Сотрудники ГИБДД МВД Зеленчукский призывают хозяев коров, лошадей и овец не оставлять их без присмотра. А они зачастую пасутся вдоль автотрассы. Это нарушение влечет за собой административный штраф в размере 500 рублей за одного животного. У нас есть организованные группы с администрацией, с участковыми, которые на постоянной основе проводят с ними разъяснительные беседы, составляют административные материалы, выписывают штрафы. Убедительно просим водителей, а также хозяевов крупнорогатого скота, лошадей, мелкорогатого скота, держать своих животных в загонах. Либо, если они находятся на лугах, то под присмотром пастухов. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывало. Сегодня во всем мире отмечают День гор, который был учрежден с целью недопущения уничтожения потенциала горных районов и поддержки проживающих коренных жителей. Вершины и подножья, склоны и перевалы, долины и гребни, ледники и морены увидел это вокруг себя, значит, и точно в горах Карачева-Черкесии. Республика богата вершинами, имена которых звучат не только в физических атласах, но и в романтических песнях бардов. Лыжи у печки стояли у Висбора, а в Домбай – альпинистка и скалолазка у Высоцкого. И, конечно же, седовлас и старец Эльбрус, о котором до сих пор слагают стихи и песни. Тысячи туристов посещают республику, чтобы отдохнуть на склонах гор. И каждый выбирает подходящее время, чтобы запастись положительными эмоциями. Ведь у нас может это делать каждый круглый год. Такой была пятница в Карачево-Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «Тайны следствия» с Марией Швецовой. Приятного просмотра и ждите везде. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»